Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Что такое криптовалюты и как можно на них заработать? Начинаем нашу трансляцию. Это первый вебинар в текущем году. Напомню, что примерно с середины прошлого года мы начали подобные мероприятия каждую неделю проводить. Прежде всего, пожалуйста, поставьте плюсики в общий чат, если меня хорошо видно и слышно. И мы перейдем к обсуждению тех материалов, которые мы для вас сегодня подготовили. Да, ну что ж, отлично, можно начинать. Так, я вижу, что есть со звуком некоторые проблемы. Попробуйте обновить страницу, те, у кого что-то плохо со звуком. Да. Так, ну что ж, отлично, да. Насколько я понимаю, со звуком проблемы все решены, то есть можем начинать. Напомню, что каждую неделю по четвергам мы обсуждаем ключевые тенденции по криптовалютам, обсуждаем те идеи, которые будут актуальны в течение следующей недели. А также начинаем обычно с того, что небольшое юридическое вступление делаем. И с этого, пожалуй, начнем и сегодня. Начнем с того, что такое криптовалюты. Да, это активы, которые являются полностью цифровыми или виртуальными, то есть к ним нельзя прикоснуться либо положить их в привычный кошелек. Но, тем не менее, это уже является полноценным платежным средством. Возможно, вы видели новости в ходе прошлого года о том, что практически любой уже товар можно приобрести за криптовалюту. Да, и на самом деле буквально от каких-то автомобилей до целых домов, недвижимости и так далее. То есть криптовалюта становится полноценным платежным инструментом. Если мы говорим о том, что для чего они необходимы, то, конечно, изначально выделяют главное предназначение криптовалюты – это проведение расчетов или платежей. Собственно, для этого они изначально и задумывались. Но вот в последние годы особенно актуальным стали именно инвестиции и спекулятивный доход за счет изменения курса криптовалют. Потому что я думаю, что многие из вас с этим уже могли столкнуться в ходе последнего времени, а именно то, что криптовалюты выросли на много-много процентов. В течение последнего года сделали движение по несколько сотен процентов. И, конечно, в связи с этим у многих появилась большая потребность в том, чтобы зарабатывать на изменении их курса. Вот, собственно, когда мы перейдем в торговый терминал, вы сами увидите, насколько сильно меняются котировки по криптовалютам и то, что регулярно появляются актуальные торговые идеи, которые мы с вами, конечно же, рассмотрим. Биткоин, не секрет, является первой криптовалютой и, по сути, родоначальником всей сферы. Главным преимуществом наступает, конечно же, принцип анонимности при расчетах. Мы знаем сейчас в данный момент, что есть более или менее конфиденциальные системы, то есть есть, скажем, те, по которым не видно отправителя и получателя, но, скажем, видна сумма, время проведения транзакции, а есть те, по которым и вовсе вся информация по каждой транзакции скрыта. И вот именно такие криптовалюты в конце прошлого года показали довольно неплохую доходность, к ним относятся и Монеро в том числе. Вы можете найти информацию в интернете, если будет интересно, именно о тех криптовалютах, которые полностью скрыты, то есть транзакции в системах, которых полностью недоступны для пользователей. Не секрет также, что новые криптовалюты появляются путем майнинга, то есть в качестве вознаграждения за обработку транзакций в системе. Да, мы также знаем, что не все криптовалюты, которые в данный момент функционируют, существуют, подлежат майнингу. Например, самый известный из таких криптовалют, конечно же, это Ripple. Да, мы знаем, что Ripple нельзя, скажем, майнить, и это обусловлено именно технологической стороной вопроса и функционирования системы Ripple. И тем не менее, вот если мы говорим про биткоин и некоторые другие, да, из ключевых криптовалют, то, конечно, скажем, никакой централизованный орган, будь то центральный банк, либо, скажем, другой какой-то институт финансовый, не могут делать эмиссию. Криптовалют, они появляются как такое логическое продолжение самой системы. И, на самом деле, те, кто работает на рынке криптовалют уже некоторое время, знают, что есть такое понятие, как кошельки, да, то есть на которых и хранится криптовалюта. То есть это могут быть, скажем, холодные кошельки, которые находятся на жестком диске компьютера, либо теплые, да, в онлайн-сфере. Есть на данном слайде несколько аргументов, почему биткоин будет расти и дальше, да, то есть те факторы, которые, скажем, толкали цену вверх по биткоину в течение прошлого года, они по большому счету никуда не делись, но, с другой стороны, сейчас мы находимся в условиях новой реальности. Вот с конца прошлого и с начала этого года особенно становится понятно, что ситуация несколько изменилась в целом в криптосфере. И, скажем, положение биткоина уже не так незыблемо, да, непоколебимо, как это было, скажем, на протяжении прошлого года. Отдельно мы об этом еще поговорим, но есть все основания полагать, что уже в 2018 году мы можем увидеть даже и такое, что биткоин уступит первое место по капитализации. Об этом уже довольно серьезно говорят. Есть там ряд оснований, но если мы даже этого и не увидим, то вот 2018 год должен стать годом альткоинов, то есть будет несколько довольно серьезных игроков, да, скажем, несколько серьезных монет, которые во многом себя уже сейчас показали, да, в начале этого года, которые вполне могут биткоин, если уж не сместить с первого места, то, по крайней мере, отобрать у него весомую долю от капитализации всей криптосферы. И об этом мы, конечно же, сейчас также более подробно далее поговорим. То есть что обеспечивает, да, нужно понимать, что обеспечивает вот то восходящее движение, эти тренды, которые мы видели. Конечно, в первую очередь это приток нового капитала на, приток нового капитала на этот рынок, причем отчасти, отчасти некоторые движения и являются спекулятивными, либо искусственными, да, то есть когда мы наблюдаем, например, периток капитала, ликвидности в моменте, скажем, из биткоина в какую-то из прочих криптовалют, да, и это особенно заметно, когда, скажем, мы видели опять же в конце прошлого года ситуацию, когда биткоин, допустим, стоит на месте, и в то же самое время, ну, предположим, биткоин кэш, либо лайткоин на тот момент, очень сильно прибавляют в цене. То есть, да, это, скажем, тенденция, которая не сопровождается появлением нового капитала в этой сфере, а скорее связана с тем, что просто капитал пересекает, скажем, из одной криптовалюты, из биткоина, да, в другие. Но в целом нужно признать, что наблюдается и постоянный приток нового капитала из валют фиатных, да, в криптовалюту. И несмотря на то, что в конце прошлого года, да, мы помним, 22 декабря, мы увидели очень резкое снижение практически по всем криптовалютам на тот момент, да, и по отношению к биткоину теряли многие другие, да, криптовалют из основных, да, и в целом мы наблюдали массовый отток капитала из сферы. То вот сейчас ситуация гораздо более спокойная, и мы видим, что постепенно возвращаются участники на этот рынок, те, кто, скажем, брал небольшую паузу, и особенно это актуально сегодня. Так уж совпало, что мы проводим вебинары по четвергам, и практически в каждый четверг есть какие-то очень интересные ситуации с повышенной волатильностью. Вот сегодняшний день это не исключение. Сегодня мы также видим потрясающие движения, особенно вот в последние часы. И чуть забегая вперед, отмечу, конечно же, то, что полностью поменялась сегодня в течение дня ситуация по рипам, и на самом деле есть сейчас все основания даже входить в сделку и покупать данную криптовалюту для тех, кто еще этого не сделал, либо фиксировал свои позиции ранее. То есть вот о тех тенденциях, которые сейчас складываются, о том, что поменялось сейчас в сравнении, скажем, с ситуацией несколько недель назад, мы об этом, конечно же, более детально поговорим, когда перейдем в торговый терминал. Ну и в завершении нашей теоретической такой вводной части, небольшой совсем, еще обозначу два ключевых термина, которые должен каждый, как мы считаем, начинающий криптоинвестор знать, это блокчейн и ICO. Блокчейн – это технология, технология хранения и обработки информации, на которой, собственно, основана большая часть криптовалют, из тех, которые в данный момент функционируют. То есть если, скажем, ранее система была централизованной, то есть есть, допустим, один какой-то главный элемент этой системы, который контролирует, регулирует всю систему, опять же, то в случае с блокчейном мы не видим единого командного центра, так скажем. То есть, по сути, каждый узел системы, это майнер, которым выступает, обрабатывая транзакции, участвуя в функционировании вот этого единого, скажем, организма, он выступает неким системообразующим узлом, да, то есть и поэтому, скажем, нет какого-то единого сервера либо, скажем, компьютера, условно сломав который, да, можно сломать всю систему. Поэтому, опять же, можно говорить о том, что то, что основано на блокчейне, это является неким элементом будущего, и именно за счет, в том числе, фундаментальной силы, да, вот этого фундаментального понимания того, что это будет очень полезно в будущем, мы и наблюдаем тот повышенный интерес к криптовалютам, который в последний, там, скажем, год-два проявляется на рынке. И второе – это ICO, да, то есть данные процедуры стали возможны благодаря появлению эфира, о нем мы тоже сегодня детально поговорим, потому что эфир как раз-таки является одним из, одной из тех монет, которая имеет все шансы навязать очень серьезную конкуренцию для биткоина. И на самом деле, вот стоит сказать, да, может быть, даже уже и сейчас о том, что пока наблюдаем ситуацию с технологическими проблемами биткоина, да, то есть биткоин столкнулся с проблемой масштабируемости либо с проблемой роста, как ее называют, когда он стал настолько большим, что, по сути, уже свое изначальное предназначение он не выполняет, да, то есть изначально он задумывался, как, скажем, метод платежей, расчетов, который будет гораздо дешевле, проще и быстрее, чем, скажем, традиционные методы оплаты банковской картой. Но сейчас мы сталкиваемся, наверное, с тем, что на протяжении очень длительного времени обрабатывают транзакции в системе биткоин. И это, конечно же, является очень серьезной угрозой для него. И в то время пока, скажем, вот система, да, ее участники данную проблему решить не могут, вот будут расти столь быстрыми темпами, как мы видели на примере эфира и рипа, прежде всего, будут расти другие, более высокотехнологичные криптовалюты. Да, то есть вот буквально сегодня, не знаю, возможно, вы видели, была опубликована статистика по скорости обработки транзакций. И на самом деле, если даже сравнивать с традиционными платежными инструментами, да, криптовалюты, то оказывается, что, да, в системе Visa, вот, которой, я думаю, многие из вас пользуются, да, банковские карты, обрабатывается 24 тысячи транзакций в секунду, если быть точным, но это абсолютное лидерство среди всех, да, финансовых инструментов в мире в данный момент. Но вот среди криптовалют является абсолютным лидером Ripple, в котором полторы тысячи транзакций в секунду совершается. И Ripple даже обогнал уже PayPal, да, систему платежную, которая создавалась еще Цукербергом, да, в свое время, он уже обогнал эту систему традиционную и, по сути, является более технологически совершенным в данный момент для проведения подобных транзакций. И вот это все я веду к тому, что Bitcoin испытывает вот эту проблему роста, технологические сложности, которые сложно решить, пока, скажем, столько людей ей пользуются. Поэтому вполне логично выглядит то, что в течение этого года появится несколько криптовалют, которые будут буквально наступать на пятки, что называется, биткоин. И если мы посмотрим данные по капитализации совокупной, то увидим, что отставание, скажем, эфира и Ripple от биткоина очень сильно уменьшилось буквально за последние недели, что мы наблюдаем в этом году. И поэтому, да, прошу прощения, мы поправили в общем чате. Конечно же, Илон Маск приложу в начале нынешнего тысячелетия руку к созданию PayPal. Прошу прощения. И на самом деле речь идет о том, что вот этими технологическими проблемами будут пользоваться криптовалюты конкуренты. Опять же, еще нужно понимать, что у эфира и у Ripple есть несколько фундаментальных оснований, которые могут им обеспечить серьезную поддержку в нынешнем году. У эфира это технология ICO, благодаря которой блокчейн стартапы могут в два счета привлекать инвестиции под свои проекты. И да, пусть мы, скажем, с некой оговоркой принимаем всю эту систему инвестиций через ICO, потому что на протяжении прошлого года видели множество недобросовестных проектов. И тем не менее, если, скажем, появится более интересный и эффективный инструмент фильтрации подобных ICO недобросовестных, то, конечно, мы увидим резкий интерес в данной сфере. И, конечно, эфир в таком случае будет наращивать свои позиции. Более того, мы знаем, что на основе технологий умных контрактов, так называемые смарт-контракты, которые предполагаются на основе эфира, множество уже правительственных организаций ведет разработку своих проектов. Поэтому у эфира есть фундаментальное основание, серьезное, почему он может продолжить рост и почему он будет оставаться интересным. У Ripple оно также существует, потому что мы знаем, что Ripple — это ивалия, и первая связка между, скажем, миром криптовалют и реальным банковским финансовым сектором. Потому что именно на основе технологии Ripple многие банки уже в прошлом году проводили различные организационные преобразования. И об этом мы в прошлых вебинарах подробно рассказывали. То есть целая сеть крупнейших мировых финансовых институтов в лице банков в данный момент уже используют, и большая часть проектов на подходе уже используют Ripple для оптимизации своих процессов, для снижения издержек на проведение многих операций. Поэтому у Ripple также есть весомое фундаментальное основание. И пусть многие, скажем, ругают сейчас Ripple за то, что он по сути не основан на блокчейне, то, что он имеет некий элемент контроля, более повышенный, нежели, скажем, основанный на блокчейне криптовалюты. Тем не менее, у него есть также очень весомая фундаментальная поддержка. Поэтому вот те тенденции, которые мы в начале года видим, это не что иное, как уход криптоинвесторов от риска. То есть здесь можно даже обдаленную параллель провести с методами инвестирования Лорена Баффета. То есть они понимают, что пока, скажем, есть некий элемент неопределенности, нестабильности на рынке, вызванный теми движениями, которые мы ввели в конце прошлого года, есть смысл вложиться в сифекты валюты, которые имеют за спиной какие-то фундаментальные, серьезные основания. Поэтому во многом не без этого. И вот именно этими ситуациями были вызваны эти движения, резкие по Ripple и по ETH. Поэтому мы знаем, что еще в прошлом году многие говорили о том, что, скажем, биткоин долгосрочно не жизнеспособен. Но тем не менее, скажем, списывать со счетов главную криптовалюту, которым биткоин, условно, пока еще остается, не стоит. Предлагаю вам на данном этапе перейти в торговую платформу и обсудить ключевые торговые идеи. Но перед этим еще хотелось бы немного обозначить тот новостной ключевой фонд, в котором мы входим в 2018 год. Прежде всего отмечу, что сегодня новость прогремела, оказалось бы, о том, что Южная Корея может запретить вовсе торговые криптовалютами, но это вызвало столь массовый протест со стороны, прежде всего, граждан Южной Кореи, которая, напомню, является одной из лидеров вообще по проникновению криптовалют в массы, что называется. Потому что там на самом деле едва ли не каждый знает о криптовалютах и, более того, имеет, скажем, счет на криптобиржах. Несколько крупнейших бирж всего мира находятся в Южной Корее, поэтому нужно понимать, что это очень серьезный такой оплот во всей системе криптовалют. И, конечно, взрыв общественности, который произошел буквально сразу же после публикации, заставил уже южнокорейского регулятора усомниться в правильности своих действий. И мы увидели некое опровержение уже того, что изначально опубликовалось. Сейчас уже говорят о том, что запрет коснется, скажем, не всей торговли полностью, а лишь коснется тех бирж, которые не выполняют требования регулятора, скажем, в плане налогообложения. То есть те криптобиржи, которые не работают, соответствую с нормами, принятыми в Южной Корее, вот они свою работу вынуждены будут завершить. А те, кто работает, скажем, по закону и прежде всего соблюдает налоговое законодательство, вот те игроки останутся на этом рынке. И в целом никакой угрозы для этого нет. И тем не менее, вот все-таки данное заявление вносит некий элемент дополнительной неопределенности. Но вот на фоне тех первых опровержений, которые мы уже сегодня получили, да, мы видим, что в последние часы происходит смена тенденций, потому что, скажем, еще вчера казалось, что все основные криптовалюты будут падать, причем будут падать долго. Да, то сейчас уже уверенности в этом нет, и более того, уже можно обозначить ключевые уровни, от которых можно будет наблюдать, начинать постепенные покупки монет. Поэтому предлагаю перейти в торговую платформу. Пожалуйста, также поставьте плюсы в общем чате, если сейчас вы увидите рабочий стол, графики, терминал, и мы начнем работу. Сразу уточню, что те, кто плохо видит график из-за моего изображения, да, в правом верхнем углу, просто можете раскрыть картинку на весь экран. В таком случае у вас изображение будет отображаться корректно. Изображение будет отображаться корректно и будет видно график. Итак, я вижу, что в целом все в порядке, все видно, поэтому можем переходить в торговую платформу. Вот, собственно, прежде всего хотелось бы отметить такой важный момент. Вот видите, желтым прямоугольником отмечена область, в которой вот насколько мне известно, да, попались многие те, кто поторопился купить биткоин. Такая же ситуация была и по нескольким другим как-то валютам. Даже вот у наших трейдеров также срабатывали стоп-возы с небольшим убытком, либо без убытка, которые были поставлены ниже отметки в 15500. Потому что, казалось бы, что вот есть и был некий важный уровень на отметке в 15500, да, и пробив на довольно сильных объемах в ходе торговой сессии 5 января, да, этот уровень, оказалось, что биткоин уже отправляется к тем вершинам, которые он тестировал в конце прошлого года. Но не тут-то было, да, мы наблюдали за тем довольно сильное снижение, вот, и в итоге оказались даже вблизи вот того уровня поддержки, который был, который набивался еще с конца декабря, опять же, да, то есть оказались, по сути, вблизи минимальных отметок декабря. И на самом деле, повторюсь, казалось, да, что сегодня, когда мы были вот вблизи отметки 12500 примерно за 1 биткоин, было четкое ощущение того, что если уровень не устоит, да, 12500, то мы уйдем ниже к отметке в 10500 как минимум, да, это вот то минимальное значение того дня злополучного 22 декабря, да, прошлого года, когда мы видели что-то сильное снижение многих криптовалют. Но вот на фоне того, что тот негатив, который сегодня появился, он был отчасти уже опровергнут, да, то, о чем мы говорили, стал возможным локальный разворот, да, этой тенденции. И сейчас мы видим, что у нас образуется такая классическая ситуация, когда есть довольно длинный хвост, да, вот на свечке дневной. И если мы сегодня окажемся вот выше, ну, то есть, можно сказать иначе, вот в границах этого восходящего канала, да, который, я думаю, что вы видите сейчас на дневном графике, то есть, есть устойчивый восходящий канал, он, правда, локальный, да, то есть, у нас в целом с декабря формируется такая более коррекционная картина, и тем не менее, если мы останемся в рамках этого канала, то можно будет задумываться вновь о покупках биткоина. Да, это все при условии того, что, скажем, вы сейчас находитесь вне рынка, да, если же вы находитесь в рынке, то также пока закрывать позиции на покупку по биткоину не стоит, можно подождать, и лишь при закреплении ниже отметки 12500, вот только в таком случае стоит задуматься о том, не закрыть ли позицию, чтобы подождать более удачного момента для входа в рынок. То есть, многое будет зависеть от того, как сегодняшний день завершится. Биткоин сегодня выглядит далеко не самой сильной криптовалютой, потому что мы перейдем еще к графику Ripple, да, и по Ripple на самом деле можно говорить о том, что уже пора начинать покупки. Да, сейчас есть неплохая возможность для того, чтобы купить с довольно низким уровнем риска, довольно близко можно поставить стоп-лосс к текущим позициям. Поэтому, вот опять же, то, о чем мы так много говорили сегодня в начале нашей трансляции, да, о том, что биткоин может быть глобально вот в этом году не выглядит столь сильным, как в прошлом, и возможно уже пора переориентироваться на некоторые другие криптовалюты, в частности, те, о которых мы сегодня будем говорить. Да, есть еще некий элемент того, что вся общественность, то есть все новые участники рынка, которые появились, допустим, только в прошлом году в нем, да, я уверен, что среди вас также большая часть, более 90% участников начали активно торговать и следить за рынком криптовалют только в прошлом году, потому что до этого, скажем, такого ажиотажа в данной сфере не было. И логично, что начинают многие именно с того, что торгуют биткоином. Вот есть такая тенденция еще, что постепенно все от биткоина, да, переходят уже, совершенствуют свои знания и переходят к другим криптовалютам, начинают больше разбираться, скажем, в технологии, а криптовалют понимают, что биткоин, скажем, без серьезных преобразований глобально на долгосрок не очень жизнеспособен, да, в силу того, что транзакции очень долго обрабатываются, мы об этом также сегодня говорили, и постепенно начинают перекладываться из биткоина, скажем, в более высокотехнологичные криптовалюты. Поэтому в целом, опять же, вот 2018 год, повторюсь пока по тем тенденциям, которые мы видим, должен стать некой такой отметкой ключевой, когда, скажем, биткоин теряет статус глобального лидера по многим показателям. Поэтому и исходя из этой ситуации, да, мы по традиции начинаем наш обзор, скажем, с именно биткоина, но сразу отмечаем, что в данный момент есть криптовалюты, которые более интересны в моменте и, скажем, которые есть больше смысла покупать именно сейчас, да, если вы находитесь пока вне рынка, либо если у вас есть свободный капитал для, скажем, дальнейших вложений. То есть, подводя итог ситуации по биткоину, все будет зависеть от того, как мы закроем дневную смычу сегодня, да, вот ситуация завтрашнего дня, потому что мы можем закрыться, скажем, сегодня и в границах восходящего канала, да, но завтра, например, провалимся опять ниже 13 тысяч за один биткоин. Поэтому здесь нужно занять скорее выжидательную позицию и есть смысл начинать покупки уже, когда это будет более обоснованно, то есть выше, как минимум, отметки в 14 500 за одну монету. Именно там находится большое скопление объема и ордеров на продажу, да, поэтому, скажем, если стоп-лоссов, точнее тех, кто стоит на продажу в данный момент. Поэтому если мы оказываемся выше отметки в 14 500, то, конечно, будут все шансы на, опять же, срыв, да, тех стопов, которые есть, на то, что мы уйдем выше. Далее, думаю, что будет логично разобрать эфир, да, по эфиру было очень много позитивных, скажем, и заявлений, и в целом очень много позитива в начале этого года. Вот мы, опять же, об этом уже немного поговорили сегодня, да, о том, что именно эфир и Apple могут фундаментально потеснить биткоин, скажем, с эфирских позиций уже в этом году. Про те фундаментальные основания, которые есть, мы уже поговорили, да, я думаю, вы помните и высказывание создателя эфира утеряно о том, что будут сделаны довольно серьезные инвестиции в развитие системы эфира, и ожидается, что как раз-таки эфир гораздо быстрее биткоина решит проблему масштабированности, потому что вот согласно тому же отчету, который сегодня поступил, да, который мы уже поднимали сегодня, вот если в системе Ripple, скажем, обрабатывается полторы тысячи транзакций в секунду, то в системе эфир всего лишь 20, а в системе биткоина вовсе 7, то есть всего лишь 7 операций в секунду, это, конечно же, ничтожно мало, учитывая потенциал двух этих крупнейших рептовалют, поэтому вот то заявление о том, что более миллиона долларов будет инвестировано в развитие системы Ripple и решение вот этой проблемы роста, оно, конечно, добавляет оптимизма в отношении эфира, но тем не менее пока вот те движения, которые мы видим, они все-таки несколько такие, больше авансовые, да, то есть, скажем, по сравнению с биткоином эфир выглядит более интересно в начале года, именно фундаментально, да, опять же, поэтому в него сейчас капитал в моменте ушел, но, опять же, обратите свое внимание, что график эфира в данный момент очень похож на недавний график того же Ripple, и поэтому это, скажем, не очень хорошо сейчас для покупок эфира, потому что если вы посмотрите на Ripple, то обнаружите, что после того взрывного роста, который мы видели, после самого сильного скачка до вот этой последней длинной волны роста последовала довольно сильная коррекция, и на самом деле с позиции теханализа эфир сейчас покупать вот именно по текущим значениям уж точно не стоит, вероятнее всего мы увидим в ближайшие дни коррекцию по эфиру, и можно будет купить его по лучшей цене. Конечно, есть, скажем, вероятность, но она совсем небольшая, того, что мы продолжим взрывный рост уже, вот, там, скажем, завтра-послезавтра, но даже в таком случае не стоит делать импульсивных покупок и войти рекомендуем объемом меньше среднего, либо даже минимальным от того, которым вы обычно входите в рынок, в случае закрепления выше отметки в 1200, даже 1230-250 вот такой диапазон, если мы на хороших объемах окажемся выше данных значений, то можно будет рассчитывать на то, что и на полторы как минимум эфир отправится, и тогда его покупать. Но, повторюсь, это такой сценарий уже второй по очередности и куда менее вероятный, чем сценарий небольшой коррекции. То есть вот мы, кто смотрел уже наши вебинары, мы неоднократно включаем то, что, по сути, довольно легко поддаются криптовалюту техническому анализу, и одни и те же графические элементы, да, графические паттерны, они регулярно повторяются. И вот на самом деле сейчас по эфиру вполне классическая ситуация, когда после очень сильного роста следует вполне закономерная коррекция, потому что, скажем, если желающие покупать по 800-900 и тем более по 1000 долларов еще были, да, потому что 1000 – это важный психологический уровень, круглое значение цены, и, конечно, тысячи многие покупали эфир, то вот сейчас покупать, скажем, по 1200, по 1100, да, вот где он сейчас торгуется, уже не так интересно, те, кто хотел, скажем, уже купил, а кто не успел, да, тот сейчас в рынок входить явно боится, и это вполне понятно, это вполне логично, потому что, скажем, риски довольно завышены в этой ситуации. Поэтому желающих покупать сейчас явно меньше, чем желающих зафиксировать свою прибыль после этого роста, и вполне вероятно мы увидим некую коррекцию в ближайшие дни, и после этого уже, когда, скажем, рынок низко очистится от тех спекулятивных позиций, которые есть, можно будет говорить о том, что рост продолжится, и тогда уже можно будет покупать. Кстати, довольно полезные ссылки были в общем чате у нас на вебинаре размещены, да, это ссылки на наш телеграм-канал, телеграм-чат, где мы именно в режиме реального времени публикуем все ключевые торговые идеи, и идет активное обсуждение криптосферы в целом, поэтому рекомендую вам к нашему телеграм-каналу присоединиться. Там уже более нескольких тысяч участников, причем довольно много очень опытных трейдеров. Что самое важное, да, то есть не то, как мы вот сейчас в режиме, скажем, трансляции раз в неделю, да, только можем торговую ситуацию описывать, но там в режиме реального времени происходит обсуждение всех ключевых идей. Вот поэтому я думаю, что там вполне будет дана некая отмашка, когда после коррекции можно будет вновь покупать эфир, да, то есть пока же его цели на коррекцию выглядят следующим образом, да, то есть он вполне может дойти до отметки примерно в тысячу и может быть даже чуть ниже тысячи она пустится. Это вполне тоже такое знаковое явление, мы его часто видели, когда, скажем, криптовалюта, которая достигла некоего очень важного уровня, да, затем может в моменте опуститься ниже него, чтобы те, кто, ну, наиболее, может быть, нервничий, да, не готов удерживать позицию, вышли из рынка. То есть вот некое очищение, опять же, да, происходит в активных позициях. И затем уже после выхода, скажем, нижних участников цена возвращается на уровень выше, да, то есть выше этого важного уровня, который был пробит изначально, и уже затем продолжает рост. Вот в связи с этим выглядит особенно логично снижение эфира ниже тысячи долларов чуть-чуть, да, то есть до отметки 900-950 примерно, и уже оттуда может начаться новая волна роста. Более того, именно вблизи тех уровней проходит граница восходящего тренда, да, поэтому, опять же, повторюсь, довольно высокая вероятность того, что мы в ближайшие дни увидим лучшую цену по эфиру для продолжения покупок. И подтверждением тому, конечно, служит ситуация с Ripple. Мы видим, что также он корректировался ровно до тех значений, где было прошлое скопление объема, да, это вот консолидация именно там и остановилось снижение в ходе вчерашнего и сегодняшнего дня, да, согласитесь, что ситуация очень похожа по Ripple на то, что сейчас по эфиру складывается. Но вот сейчас Ripple в ходе сегодняшней торговой сессии показывает очень интересный сигнал, да, потому что мы видим, во-первых, зеленую свечу с очень большой тенью вниз. Это означает, что, скажем, было все плохо, да, в моменте пребывал негатив, но затем, благодаря повышенному объему, удалось ситуацию переломить. То есть вот сегодня в ходе торговой сессии, да, был некий перелом ситуации, поэтому и глобально тоже мы можем увидеть некий перелом. То есть те, скажем, тенденции, которые складывались в прошлые дни, да, это коррекция после сильного роста, она рискует уже сегодня завершиться. Более того, мы видим, что мы также сегодня оттолкнулись вот той трендовой линии, которая есть на дневном графике. И это еще дополнительный сигнал тому, что мы можем продолжить рост уже в самые ближайшие дни. Поэтому если, скажем, у вас есть свободный капитал в данный момент, либо вы думаете, на что обратить внимание, да, что купить, то вот кроме тех монет очень небольшой капитализации, да, которые каждый день практически выстреливают, и мы видим там многие десятки процентов, вот из топовых можно вложиться именно в Рипл. Особенно подтверждением будет закрепление выше 2 долларов и 10 центов в ходе сегодняшнего дня. Потому что именно здесь на самом деле мы видим, что находится довольно сильный уровень, вот, да, пожалуйста, именно там было открытие вчерашней торговой сессии, и именно там мы сейчас находимся. То есть если сегодня, скажем, мы увидим закрепление выше этих значений, то очень высокая вероятность того, что мы продолжим рост и даже обновим исторические максимумы по Рипл. Поэтому, опять же, повторюсь, и с позиции теханализа и фундаментально в целом Рипл выглядит очень неплохо, поэтому очень рано его списывается счетов, и на самом деле Рипл может быть одним из лидеров в ближайшие дни. Но есть еще небольшой риск того, что может повториться ситуация, вот как по биткоину это было, то, что есть, скажем, ложный, биткоин показал ложную ситуацию, ложный выход наверх, но затем ушел обратно в более низкие ценовые диапазоны. Определенный риск того, что по Рипл это может ситуация повториться, он, конечно же, есть. И более того, сейчас, пока вы ее видите, в моменте мы находимся ниже, находимся ниже важного уровня в 2.10, поэтому если, скажем, мы окажемся ниже 2.10 сегодня по итогам дня, то пока стоит повременить с покупками и начать уже только в том случае, когда у нас будет уже настоящее подтверждение того, что мы можем двигаться дальше, можем двигаться выше, от текущих значений тогда уже можно будет, скажем, покупать Рипл на довольно солидный объем. но в целом, опять же, из всех топовых криптовалют, которые сегодня мы наблюдаем, Рипл выглядит сильнее, остальных по крайней мере закрывает день в зеленой зоне. Вот в данный момент мы видим, что по всем криптовалютам, без исключения у нас свечи красного цвета, то есть мы находимся в минусе по сравнению со вчерашним днем, кроме Рипл, то есть по Рипл ситуация выглядит более позитивно. Поэтому вот тот набор информации, который вы должны учитывать при открытии сделки, мы вам сейчас предоставили, и дальнейшие действия, конечно, наши с вами будут зависеть от того, как Рипл себя повезет в конце сегодняшнего дня, в завершении торговой сессии. Напомню, что сейчас идет американская торговая сессия, но уже не так много времени осталось до открытия азиатских площадок. Поэтому все самое интересное по Рипл, я уверен, еще впереди. Вот топ-3 по капитализации мы с вами рассмотрели, можем двигаться к следующим криптовалютам, как раз-таки четвертая по капитализации в данный момент – это Биткоин Кэш. И по Биткоин Кэш, кстати, вот тоже. Вместе с Рипл за Биткоин Кэш стоит обязательно наблюдать в ближайшие дни. Потому что с позиции технического анализа, опять же, и фундаментально тоже, я сейчас объясню, что имею в виду Биткоин Кэш выглядит очень даже неплохо. Во-первых, мы отмечаем, что есть отличный сигнал на покупку по Биткоин Кэш, потому что он оттестировал уровень ближних максимальных отметок. Такая ситуация просто регулярно наблюдалась и очень хорошо себя показывала, особенно по Лайткоину, насколько я помню. Мы еще в прошлом году разбирали эту ситуацию. Посмотрите на уровень, после которого начался стремительный рост. И по сути ситуация была по Лайткоину в тот момент почти точно такая же. Поэтому сейчас, глядя на Биткоин Кэш, я отчасти вспомнил эту ситуацию. То есть также была некая линия поддержки, вдоль которой происходил набор позиций, и был уровень исторических максимумов цены, выше которого оказался Лайткоин в конце прошлого года. И сейчас по Биткоин Кэш во многом похожая ситуация наблюдается. Поэтому есть у нас возможность, как мы считаем, купить Биткоин Кэш, добавить его в свой портфель, если бы еще этого не сделали, от текущих значений. В таком случае риск будет весьма невелик, потому что, опять же, близко уровень поддержки, за который можно поставить стоп-клосс, и поэтому, и в случае чего выйти из этой позиции. И поэтому Биткоин Кэш выглядит вполне перспективно в рамках ближайших недель, и, может быть, даже месяцах. Мы имеем все шансы обновить исторические максимальные значения, и на самом деле Биткоин Кэш может стоить и 5 тысяч долларов вполне уже в самые ближайшие недели. Опять же, в чем фундаментальная составляющая данного роста? Она заключается в том, что Биткоин Кэш гораздо более технологичен по сравнению с Биткоином. И, по сути, Биткоин Кэш – это самый удачный форк Биткоина, первый и самый удачный форк в прошлом году. На самом деле, гораздо большее количество транзакций в системе Биткоин Кэш обрабатывается каждую секунду. Величина блока, мы знаем, выше в два раза, чем у Биткоина. Поэтому Биткоин Кэш фундаментально также выглядит более приспособленным для проведения транзакций, платежей и переводов внутри системы. Поэтому у него есть все основания забрать весомую долю вот этого, скажем, криптопирога именно у своего старшего брата, у Биткоина. Поэтому, повторюсь, Биткоин Кэш должен быть, мы считаем, в вашем портфеле именно в ближайшее время. Далее, переходим к Лайткоину, мы о нем уже сегодня сказали. Лайткоин был в центре внимания нашего, да и всей общественности в конце прошлого года, точнее, в начале декабря, но вот затем несколько сдулся. То есть важное отступление здесь, пожалуй, сделаю о том, что не нужно верить в вечный рост какой-то отдельной монеты. Если, скажем, видите, что монета уже очень сильно выросла и в особенности показала вот нечто подобное, да, как я сейчас вам покажу, да, когда аномально высокий объем, аномально высокий размер свечей, после такого лучше, конечно же, не покупать. Да, то есть вы можете купить, скажем, на первоначальном этапе, когда пробивается прежний максимум, да, можете купить вот здесь после некой консолидации, когда мы вышли выше нее, но покупать, скажем, по почти максимальным значениям, это довольно тяжело в долгосрочном плане, потому что вы точно столкнетесь с коррекцией, будете сидеть в просадке, то есть там какое-то количество времени. А психологически довольно тяжело находиться в минусе, да, долгое время, и хочется позицию, скажем, закрыть. Вот, и плюс, конечно, постоянно наблюдается некий элемент такого давления, да, психологического в таком случае. Поэтому вот переносимся, да, к Ripple, абсолютно такая же ситуация, то есть мы видим, что на каком-то этапе мы видим просто мега-аномальный, да, объем на, скажем, покупку и необоснованно быстрый рост. После этого, конечно, следует коррекция. И вот опять же, возвращаясь к ситуации с эфиром, вполне возможно, что мы находимся на стадии, когда, скажем, вот тот быстрый рост был завершен. Поэтому сейчас нужно немного подождать, и, возможно, будет коррекция по эфиру, которая позволит купить по лучшим ценам. Вот такое, да, небольшое отступление. Что касается технической ситуации по Litecoin, то в данный момент во многом она похожа даже на Bitcoin чем-то. То есть есть некий элемент консолидации, да, можно либо вот так уровень обозначить поддержки, либо можно и горизонтальный, в принципе, уровень здесь обнаружить, потому что много раз мы бились именно в отметку в 200 долларов примерно, да, пускай чуть ниже. Вот опять же, то, о чем мы сегодня уже говорили, да, есть какой-то важный уровень. В данном случае это уровень 200. И мы видели в моменте, что цена Litecoin упала ниже этого уровня. То есть выбила тех, кто был, скажем, самым нестойким. Да, и затем, когда цена уже вернулась выше 200 долларов опять, да, мы наблюдали некий импульс к росту, но, правда, он не был продолжительным, да, то есть нужно так же учитываться. Поэтому вот пока нужно устраивать у торговли вдоль важных уровней, да, это уровень поддержки. Вблизи 200 долларов за одну монету и уровень сопротивления вблизи отметки 250-260 примерно. То есть вот когда мы окажемся уже выше значения 260, тогда можно будет покупать Litecoin вновь. Пока же, если вы находитесь вне рынка, то лучше с Litecoin ничего не делать. Если же у вас есть позиция по Litecoin, то вы можете пока ее удерживать вполне, ничего страшного не происходит. Но вот если мы окажемся ниже 200 долларов за одну монету, тогда будьте готовы к тому, что до 150 он может дойти вполне. Это прежний уровень, да, который был обозначен. Поэтому будьте готовы к тому, что придется еще потерпеть, потерпеть, да, когда ситуация нормализуется. Напомню, что, да, вижу просто обсуждение в общем части. Это торговый терминал, который называется MetaTrader 4. У клиентов компании Amarkets, да, которая для вас данный вебинар проводит. Есть возможность работать в нем, доступны криптовалюты для торговли, поэтому на самом деле гораздо даже более удобно пользоваться программой, которая скачивается на компьютер. И для анализа рынка тоже гораздо удобнее MetaTrader 4 по сравнению с теми, скажем, онлайн-сервисами, да, онлайн-биржами, которыми многие из вас привыкли пользоваться. Далее, далее, Ripple уже мы обсудили, да, Zcash тоже во многом ситуация интересная, но Zcash, вот, честно говоря, не очень хорошо в последние дни смотрится. И также сначала показал вроде бы, да, обновление исторических максимумов, оказавшись почти вблизи 800 долларов за одну монету. Но вот там не удержался на вершинах, и сейчас, опять же, топчется вблизи прежнего максимума. Эта ситуация тоже очень показательная, да, то есть отметка в 620 долларов, это прежний максимум, мы видим, вершина была здесь. И если вдруг мы оказываемся выше этого уровня в течение ближайших дней, то, конечно, рост продолжится. А если же мы окажемся ниже данных значений, да, то имеет все шансы Zcash на то, что уйдет ниже. Уйдет ниже примерно к отметке в 500 долларов за одну монету. Вот, собственно, опять же ситуация во многом похожа на ту, которую мы уже много раз наблюдали. И еще обратите внимание, что Zcash очень хорошо отрабатывает вот этот паттерн, когда тестирует свой прежний максимум вот с верху вниз. Да, вот была область похожая, сейчас вам покажу ее, когда это так же, да, вы видите, был прежний максимум в этой отметке в 400, да, мы закрепились, ушли выше, затем вернулись к этой же отметке в 400, постояли здесь и после этого уже обновили максимум. Вот то же самое может происходить и сейчас, мы также можем вернуться к этим значениям, да, прежним. Сейчас наше прежнее максимальное значение это уже 617 долларов, за монету, и мы находимся вблизи этого уровня. То есть если мы оказываемся выше на протяжении ближайших дней, то уйдем выше, и возможно, что даже 1000 долларов будет стоить Zcash в ближайшей неделе, если сумеет удержаться выше до этих значений. Если же нет, то уровни для него вполне так же понятны. Это вот значение, отметка 550 и отметка в 400 долларов, то есть у него туда может корректироваться Zcash. Далее, эфир классик, это криптовалюта, которая постепенно сходит на нету, она теряет сильные и по капитализации. Мы, тем не менее, продолжаем за ней следить, потому что одна из самых старых, да, криптовалют и вполне еще может найти своих почитателей, да, которые сочтут ее перспективной, но вот учитывая то, что даже в условиях общего ажиотажа в прошлом году, в конце прошлого года, когда росло все, что только можно, все, что только может расти, да, эфир классик почему-то не рос, то есть он неинтересен. Не секрет, что у нас, у наших трейдеров тоже были позиции по эфир классик, они закрыты были либо в небольшой плюс, либо в безубыток, да, мы также покупали по классическому паттерну, когда он закрепился выше прежних максимальных значений, да, вот в этой области консолидации по 27, по 30 примерно и покупали выше еще и вот этих значений, да, максимальных в 31 примерно, но вот не пошел, да, эфир классик, повторюсь, то есть гораздо меньше денег он принес, чем другие криптовалюты в прошлом году. Тем не менее, сейчас он вновь находится выше 30 долларов за одну монету и, пожалуй, что мы бы рекомендовали небольшую совсем часть портфеля под эфир классик определить, потому что, опять же, повторюсь, технология там во многом похожа на технологию эфира, да, в то же самое время криптовалюта, это уже давно существует, поэтому вполне может выстрелить, но, опять же, вероятность этого не так высока, с другой стороны, и упасть сильно он тоже не будет способен, потому что это не, скажем, памп, да, какой-то, который мы наблюдали очень часто в последние недели и месяцы, когда за очень риским ростом следует очень резкое падение, да, то есть это не памп, это валюта, которая имеет своих, скажем, таких энтузиастов, да, последователей, поэтому резко она не упадет в любом случае. Это такой более надежный и более стабильный элемент вашего портфеля может быть, то есть он сильно не вырастет, но и сильно не упадет. Да, и, опять же, вероятность того, что он сильно вырастет гораздо выше, чем вероятность того, что он сильно упадет, да, то есть можно такой тест здесь обозначить, поэтому повторюсь, да, сейчас есть гораздо более интересные и под эфир-классик можно лишь небольшую часть своего портфеля отвезти, не более чем 5-10%. Далее переходим к Монеро. Монеро несколько такую индивидуальную ситуацию рисует, немного непохожую на все остальные. Он, что показательно сильно не корректировался, но его рост по большому счету также очень сильно замедлился. То есть в условиях, когда от каждой монеты все ждут, скажем, X5 или хотя бы X3, Монеро этого уже не делает с конца прошлого года, потому что, опять же повторюсь, очень сильно вырос в какой-то момент. И в свое время довольно много прибыли он принес, особенно в этом промежутке. Но, как и со всеми прочими криптовалютами, за сильным ростом всегда следует некая консолидация либо коррекция, а иногда и сильная коррекция. Поэтому, опять же, пока нужно подождать, по Монеро никаких действий серьезных не предпринимать и покупать его по возможности только выше максимумов исторических, потому что в таком случае будет много нового капитала, там будет приток ликвидности и повышенный объем в целом. Поэтому только в случае закрепления выше отметки в 450 долларов за одну монету можно будет начать покупки, пожалуй, что не раньше. Даже несмотря на то, что сейчас мы видим, как вдоль линии поддержки его выкупают, и он двигается скорее вверх, то есть не показывает столь сильные коррекции, как другие криптовалюты. Но, тем не менее, опять же, придем к выводу о том, что есть в данный момент более интересные монеты. Да, это Ripple, как минимум, и Bitcoin Cash. Поэтому, опять же, за Монеро нужно наблюдать обязательно, но пока сделки по нему не открывать. И в завершении разберем еще Dashcoin. Это тоже монета, которая много шума наделала в ноябре-декабре прошлого года. Сейчас ситуация во многом похожа, опять же, на то, что с биткоином происходит, то есть некая консолидация после сильного роста. И мы можем обозначить даже похожие отчасти графические формации на графике. Это некая консолидация боковая, либо даже треугольник сужающийся. Поэтому здесь тоже рекомендация простая, пока просто ждем. Мы видим, что треугольник уже близок к завершению, его формирование близко к завершению. Поэтому после выхода за границей, которую вы видите на графике, можно будет уже открывать сделку. Причем пока не совсем понятно, в какую сторону мы выйдем, потому что по Dashcoin особо важных новостей каких-то нет, и фундаментальных оснований тоже, казалось бы, нет для сильного роста. Но тем не менее, если интерес к данной монете вновь будет преобладаться, то, конечно, мы окажемся выше отметки в 1100 долларов и увидим движение до 1500 как минимум. То есть это прежний максимум. Поэтому, опять же, главный итог, то, что нужно ждать выхода за рамки данной консолидации по Dashcoin и затем уже принимать решение о входе в рынок. Я думаю, что даже до следующего вебинара, в следующий четверг, мы будем находиться еще в рамках этой консолидации, если чего-то необычного не произойдет. Поэтому, возможно, в следующий четверг, когда мы на вебинаре увидимся с вами, будет более ясная точка для открытия сделки. Для открытия сделки именно по Dashcoin. Что ж, на этом все ключевые монеты мы разобрали. Поэтому время для ваших вопросов. Запись трансляции будет, да, повторюсь. Хотя я вижу, что ответ в чате уже был. Сейчас быстро пробежим по ключевым вопросам. Да, вижу, что были жалобы по качеству трансляции. Да, мы знаем, с чем это связано. У нас уже много вебинаров было, и они все были безупречно проведены в прошлые разы. Да, сегодня вот есть небольшая техническая проблема. К следующему четвергу, я думаю, она будет решена уже точно, и все будет в порядке. Поэтому прошу прощения за, может быть, не лучшее качество трансляции, да, но тем не менее, главное, чтобы эта информация, которая вам предоставляется, вам помогла. Так, и вопросы, вопросы, если какие-то есть сейчас. У вас есть в чате возможность еще пока задать вопросы. Ссылка будет, повторюсь, да, затем. Про вебинар уже все сказали. В компании «Амаркетс» возможность торговать рептовалютами есть, поэтому я и наши трендеры торгуют именно в нашей компании. По условиям торговли можете на сайте посмотреть, либо обратиться в техподдержку, либо в отдел клиентский, да, поработать с клиентами, и обязательно, обязательно получите ответ по всем условиям торговли. Кстати, важный момент, да, те, кто нас сегодня смотрит, имеет возможность получить, во-первых, нашу книгу по криптовалютам. Это такой труд, который в себя включил, по сути, все основные наработки, да, там есть и по теханализу, и по теории очень много материала полезного. Поэтому вот наши зрители могут бесплатно абсолютно получить книгу по криптовалютам, и плюс еще бонус в размере 25% от суммы внесения. То есть, допустим, вы вносите, скажем, 1000 долларов и получаете еще 250 долларов на счет для торговли, и всю прибыль с этих денег можете выводить. Ссылку на сайт я в общий чат скинул, у нас есть счета в биткоинах, в том числе, не только в долларах, да, то есть можно без конвертации лишней сразу внести сумму в биткоинах, и также в биткоинах вывести ваш основной капитал и всю прибыль, которую вы заработаете. Вот, поэтому наши сервисы, я думаю, что в моем случае будут вам интересны. Советую обязательно сайт компании «Постить», и также ссылку на криптоканал в Telegram мы уже вам направили еще в начале трансляции. Также к нам присоединяйтесь, будем в режиме реального времени, в режиме онлайн обсуждать все ключевые торговые идеи. Вот, на этом, пожалуй, все. Увидимся в следующий четверг в это же время, 19 часов по московскому времени. Всем спасибо за внимание, успехов в торговле. У нас ожидают насыщенные выходные, да, обычно выходные, волатильность увеличивается и вообще в целом насыщенная неделя. Поэтому всем успехов в торговле, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...